здравствуйте подписчики и гости нашего канала сегодня 28 ноября 2022 года время по москве половина 10 и мы выехали на рыбалку все-таки я думаю что сегодня у нас будет в этом году крайняя или как говорят последняя после ну если закрыть я сделаем закрытие сезона 22 года как вы помните с прошлая рыбалка у нас получилось не весьма удачной и червь китайские две пачки так и мозолят нам глаза если бы не червь то возможно бы и не поехали мы уже сегодня температура воздуха 2 градуса плюс пока плюс и ночью сегодня уже уйдет ростов в минуса поэтому я и думаю что это будет закрытие сезона понедельник такая погода про места вообще даже не переживаю мест будет свободных очень очень много выбирай любые лишь бы проехать по грязи к этим местам что еще добавить оставайтесь с нами сейчас будем все смотреть я все буду показывать и рассказывать так друзья мало того что по пробкам пробирались сегодня с утра по городу задержались с приездом и еще вот здесь дорога сейчас перекрытая видите кран видно будут поднимать вот мусорником перекрыли проезд потому что сейчас возможно ну как бы нельзя по техническим по технике безопасности проезд здесь закрыты как надолго это вся песня так называемая не знаю сейчас васильевич пойдет узнает стоит ли подождать этого или все-таки по судьбе поискать надо другое так никто не взялся помочь или как бы сказать но видно дали разрешение отодвинуть мусорник разгребаем дорогу себе и сейчас быстренько бежит на читали несколько минут нам на то чтобы проскочить на рыбалку вот так и живем так надеюсь немножечко мы сейчас объехали как-то по полю уже проложили колею объехали в прошлый раз мы возвращались там вообще дороги не было что дальше ждет нас будем смотреть так ехали ехали и приехали полями где-то можно было объехать а здесь мне кажется и не стоит рисковать прямо это грязь такая мы уже далеко от стройки отъехали васильич пошел посмотреть но надо его убедить что застрять здесь не очень хорошо вот там немного дорога есть объехать но как далеко это объезд на право и потом будет ли у нас то дон слева я все-таки предлагаю вернуться это мы им пытаемся прорваться к шишловскому острову гусятником так назову но с нашим передним приводом я бы не рисковала что скажет сейчас васильевич стоит ли такая рыбалка того одно дело когда на рыбалку едешь ну отдыхать поймалась рыба не поймалась но отдохнули насладились а сейчас же уже и пасмурно видим небо у нас температура воздуха тоже относительное уже не тепло поэтому ждем его решение ну что скажешь васильич говорит проедем ну оставайтесь с нами будем следить все мы сделали это вы видите мы на том же месте но это не прошло не прошлая рыбалка которой мы были перед этим наверное предпоследним разом вот напротив шишловского острова вода воды конечно очень мало ветер последние дни дует восточный сейчас я спущусь так берег скользкий крутой чтобы не упасть ну вот так со стороны покажу в прошлый раз это было ну почти вровень с берегом а сейчас вот такие обрывчики ну смотрю что рыбачок вот есть один за все время как мы ехали на берегу ни одного рыбака я не видела лодок нам не было видно а рыбачков ну ладно по рыбалим посмотрим время покажет пришла старая знакомая наша наверное думает уже рыбку поймали будут сейчас угощать ее а мы только-только начинаем раскладываться ну красивая такая ухоженная кошка большая о и подружка ее прибежала или дружок не знаю вот такие красивые котики вот здесь нет ни селения ничего рыбаков то тут сейчас практически тоже нет поэтому не знаю как они выживают мышей ловят или потом на зиму куда-нибудь уходят сейчас мы там принесли немножко колбаски у нас хлебушка покормим их поймаем рыбку или нет угостим или это а уж так просто своей едой покормим давно я с вами не разговаривала ну рассказывать особо и нечего была одна поклевочка но мы ее не реализовали то есть то ли сход то ли не знаю что как обычно но тишина больше поклевок не было стоим ждем думаю что же вам рассказать пока пили чай я вспомнила что помните я вам пока год назад показывала термос мы приобрели довольны были арктика да фирма арктика вот ровно год назад помню по осени купили это гарантия у термоса пять лет ну и что хочу сказать ровно ровно через год ну то есть вот уже в начале осени мы стали замечать что не особо держится тепло в нем а последние две рыбалки ну имеется ввиду последние ну да две последних осенних рыбалки так вообще при приезжали через час термос был уже холодный вот ну мы сомневаясь то что нам его поменяют все таки обратились в магазин брали в хищники раз гарантия пять лет значит как бы ну мы предъявили свои претензии в магазине то что не держится тепло в нем абсолютно абсолютно нам любезно предложили написать заявление без всяких вот без всяких оговорок и каких-то вопросов вот правда где-то в течение недели десяти дней как они сказали юристы рассмотрят это заявление ну наверное комиссия проверит на самом деле держит ли тепло термос или не держит и нам позвонили сказали что мы можем или обменять на другой такой же или получить возврат по возврату деньги вот сейчас мы брали его по моему 2800 он стоил в этом году я смотрел в хищники он порядка 3000 уже что-то стоит ну конечно мы взяли на обмен так что это новый наш термос правда чек остался тот получается что если еще что-то случится то у нас четыре года только остается ну по гарантии вот ну и дырку мы на стуле видим думаю что за зиму я отремонтирую этот стул или в конце концов мы с божьей помощью приобретем себе новый стол пока вот обходимся как-то так ну и все на пока про термос рассказала вам и еще обзор магазина ну правда мы сегодня заехали только взяли мотыля две по моему пачки червь у нас не рис был вот а это еще на прошлую рыбалку но на прошлой рыбалке ввиду того что ну со спиннингом вот это случилось получилось и мы шарах-барах я обзора не делала вам да не показывала кот прямо вот лезет ко мне обниматься подожди это ну короче приобрел Александр Александр Васильевич без меня вот такой сигнализатор так сказал на удочку у нас впервые мы будем этим пользоваться еще не пришлось сейчас стоит запечатанный ну наверное это будет уже на открытие нового сезона вот к нему аккумулятор или батарейка как оно считается вот это вот наше еще приобретение так друзья вот наш второй первый я не успела доснять два часа дня второй наш хвостик небольшой но едовой на средний или как на верхний шамат пришел зеленого цвета видно где-то рыба стоит сейчас ну не на дне а в глубине на толще воды ну короче говоря не со дна получается мы ее взяли так что два хвостика у нас зачете так друзья закончилась наша сегодняшняя рыбалка время сейчас около трех часов ну вечера будем так говорить а закончилась потому что вот мы напротив шишловского александр васильевич спешит тоже сматывать удочки помните по какой дороге мы сюда приехали поэтому нужно по светлому ну выехать по этой поэтому бездорожью 4 хвостика 4 хвостика у нас в зачете она и ловиться стала после обеда и говорю мы что получается на пару каких-то часов выбрались ну что хочу сказать что не рисом мы так и не израсходовали только одна пачка ну израсходовалась и еще один китаец у нас остался возможно еще раз приедем в этом году возможно если он доживет до наших выходных имеется ввиду не рис а вы кому интересно было в этом году с нами ставьте лайк подписывайся на канал жми на колокольчик буду вам все рассказывать показывать вот пишите в комментариях все ваши пожелания все ваши советы советов очень много вот мне очень понравились советы сын рыбака вам прямо отдельный привет я передаю в конце этого года сейчас быстро всех не могу вспомнить ну вот именно вы нас каждое видео комментируете даете действительно дельные советы так что вам большой привет от нас а сейчас всем всем пока-пока до скорой встречи на кухне и на рыбалке так пошел опять дорогу смотреть машину видите припарковали приехали ребята они дальше не проехали пешком вот это расстояние прошли вот сможем мы теперь не зацепив их мы то вроде как правее правее брали брали а теперь чтобы и их не зацепить и самим в эту грязищу не сесть вот такая каша кашная сейчас сориентируется Васильевич ну как-то надо все это преодолеть нам тут мы должны пройти пройти в колею попасть в колею попасть прошли так еще раз пошел в разведочку смотреть лево или право держаться потому что еще один такой ну опасный я называю грязный разбитая дорога ну а дальше все-таки хочу сказать спасибо кто колею дополнительную прокатал протоптал в принципе как в целом проехать можно мы еще по светлому поэтому я туда больше переживала пока мы ехали ну тут же еще это как ее тут мы проедем по любому потому что тут это как тарса видишь видишь я вижу тарсу все видите тарсу все я говорю видите тарсу по которой мы едем ну все а дальше уже будем идти по колье на которую накатали рыбаки здесь уже более-менее все будет хорошо так что слава богу мы справились с этой задачей так сейчас попытаемся отмыть нашу машину после рыбалочки вот такими мы приехали мы приехали и все